Всем приветики! У нас сегодня с вами достаточно будет насыщенный день. Я знаю, что вы любите мои влоги и, на мой взгляд, вы ждете их в основном больше всего. И спасибо вам большое за тот фидбэк, за то общение, которое вы мне даете, и даете мне понять, что именно вам нужно и что именно вам интересно. В общем, я сейчас уже около Ники, сейчас жду Нику, и мы с ней поедем на презентацию Benefit в Эльдоботене Моросейке. И после этого у меня запись в салон на третьем кольце, салон, по-моему, называется не салон, а именно в торговом центре, и торговый центр, насколько я помню, называется Riviera. Вот, в общем, меня туда пригласили пройти новый аппарат по антицеллюлитному массажу. То есть, в отличие от Элкбиджи, этот аппарат будет более усовершенствованный. Он нацелен на лимфодренаж, плюс на разбитие целлюлита непосредством вакуума, а посредством микроволн, грубо говоря, микромассажа такого. Ну, в общем, вам подробнее лучше расскажет тот косметолог, который на нем работает, потому что смысл мне вам врать, если я вам скажу что-то не то, будет не очень хорошо. То я надеюсь, что у вас все хорошо, надеюсь, что у нас сегодня будет хороший день, потому что погода, конечно, вот знаете, именно небо давит. То есть, по-другому даже не сказать, так как у нас очень, ну вот, чтобы вы понимали, у нас видимость наверху, наверное, 25 этажей. Вот после 25 этажа уже не видно особо ничего, и такое вот очень-очень такое вот тяжелое небо, все дороги просто вместе со снегом смыло асфальт. Я понимаю, что я перескакиваю с темы на темы, но я хотела с вами поделиться, потому что вот многие говорят, что вот вам вы, москвичи, вообще еще жалуетесь, ребят. Но я считаю, что это вообще не серьезно в любой вообще точке России, вот такие вот дороги. Я понимаю, что у нас они лучше по сравнению даже там вот, ну, с подмосковными дорогами, но это просто пипец. Сколько они его перекладывают, они, ведь заразы, перекладывают асфальт каждый год. И не нужно мне сейчас говорить про погодные условия, про то, что у нас такая зима. Ребят, в Германии тоже есть зима, но там дорога кладется один раз в 10 лет примерно. Ну, вот именно на автобанах. У нас экономия жесткая, судя по всему, набитыми, потому что асфальт, он прям вот, вот такое ощущение, вот он выгрызается. Ему не хватает, такое ощущение, как будто связки. Остается только камешки. Поэтому печалька, остается только беречь подвеску, стараться аккуратнее ездить и прям вот смотреть уже даже не на поток, не на пешеходов, а главное, чтобы твоя машина не въехала в яму примерно глубиной сантиметров 30. Вот, так что не обессудьте, но мне кажется, что это попа. С другой стороны, где она такая желтая, ты как вот считаешь? А мы приехали в Эльдоботе, и здесь нет никакой презентации Бенефит, здесь просто клиентский день от Бенефит, но она в целом сюда не нужна, поэтому Ника вот решила пройтись по тональничкам. Еще раз, на бис. Я так не могу уже себе. Что, тебе спать начинает хотеться, да? Угу. Два пирожка. Я кушать хочу. Я тоже кушать хочу. На самом деле надо было сразу встать. Завалиться с бургером и старбургсом таким сладким сиропным кофе. Ну давай, разминай мой целлюлит. А я пока снова еще его подкреплю. Ну а с другой стороны, ну что, смысл отказываться от этих, от благ жизни вообще, от приятностей? Я тоже это не понимаю, чтобы потом лечь в гроб, типа сухой и под жарой. Ну, грубо говоря. Оставив после себя, типа, красивые фотки. А я другого не понимаю. Это самое главное. Вот спорт и здоровье, это далеко не гарант того, что вы дольше проживете. У меня больше умирают люди как, в принципе, с ожирением, точно так же умирают и здоровые люди, вот, внезапно. Поэтому мне кажется, что это как-то странно. Если бы я поняла, если бы это была, знаешь, стопроцентная гарантия того, что ты проживешь, к примеру, там, ну, на 10 лет дольше, ок. Ну а так как это далеко не гарант, смысл себе отказывать от удовольствия? Мы вообще всю жизнь постоянно отказывать себе что-то. Нет, я согласна, что если бы, скажем, мы с тобой вдруг начали вообще поглощать все то, что мы хотим в нереальном количестве, это один вопрос. Ну вот постоянно вот стройте с себя вот ту самую тёлочку, которая... Я это не ем, это мне тоже нельзя, и она вечно в таком дурном расположении. Ну смысл? Ну хочется съесть красивую питу там с багальчиком вина красного с бутылочкой. Бутылочкой. Это же прекрасно. Да, я с тобой согласна. С фудкортом. Знаешь пароль? Я вижу пароль. Нет, я знаю пароль. Пароли, пароли, морали. Пойдём лучше в батутную арену, мне кажется, это будет полезнее даже. У меня руки устали камеры держать. Отстой. Зеркальный лабиринт, а куда вообще нельзя. Почему? Мне кажется. Ты боишься, что мы оттуда не выйдем? Смотри, соленая комната. Хэппи-соль. В дивноте, слушать, прям можно развлекаться круглые сутки. Ты же так худенькая, зачем тебе вот что-то делать? Я дряная. Сушка в том, что я вот вроде бы худая, но у меня есть та проблема в том, что естественно там мало двигаюсь. Езжу на машине, много жира сладкого, жирного, в том плане, что фастфуд тоже присутствует. Конечно, не каждый день, но всё-таки он есть. И естественно, вот эти все места, из-за того, что постоянно сидящий образ жизни, они прям начинают заплывать целлюлитом. Я прям смотрю, как с каждым месяцем всё больше и больше, вот как бы, а начать ходить на спорт меня вот не мотивирует, нет? Данная процедура состоит из двух этапов. Первый этап – это лимфодренажный, второй этап – это локальная проработка проблемных зубов, ну, жировых зубов. Общий курс составляет от 6 до 10 процедур, через день, через два, а не каждый день. И процедура длится в среднем около часа. То есть по протоколу есть немножко меньшее время, может, есть побольше времени, но, в общем, среднее время – час. А как часто вообще нужно делать в том плане, что вот, ну, сделали 10 процедур, увидели эффект, ну, и как вот обычный человек, он ушёл, как бы и забыл. Ну, мы делаем ещё в течение, через месяц, одну-две процедуры поддерживающие, в зависимости от состояния организма, от задач поставленных, а повторную курс через полгода. То есть никак даже в ЛПЖ, в ЛПЖ, помнишь, нужно было делать примерно каждую уже потом неделю, ходить обязательно, здесь, в принципе, сделал и забыл. Знаете, ещё огромный плюс какой, помимо того, что здесь, как я говорила, варикоз не является противопоказанием, наоборот, является сосудистой гимнастикой, этот аппарат помогает сосудам укрепиться, то расширяется, то снижается, то здесь ещё хороший момент для людей, которые ходят постоянно на вакуумно-роликовый массаж или какие-то другие аппаратные методики, наш организм имеет понятное такое понятие, как привыкание к адаптации. Аппарат будет хороший, нагрузка будет максимальная, но организм не будет реагировать, надо менять, как в спортзале, надо менять методику тренировки, надо менять вообще веса, так и здесь. Поэтому данная методика вибрационно-компрессионная, она помогает тем людям, которых организм уже привык ко всем предыдущим. Смотрите, манипула, она состоит из цилиндра с роликами. Манипула у нас есть несколько вариантов, и материал тоже разный. За счёт компрессии, компрессия создаётся самому манипула, вес манипула, не за счёт движения, она тяжёлая, да. За счёт своей компрессии она создаёт давление, за счёт прокручивания роликов мы разбиваем все проблемные вещи, и идёт микровибрация. И плюс ещё за счёт трения, вы сразу почувствуете, с первой минуты идёт тепловой эффект термический. Ты готова? Да, капитан. Сначала я делаю такую лёгенькую, чтобы я к ощущениям привыкла, эту ножку поставьте, расслабьтесь, уложитесь, а потом я уже поставлю более... Расслабься, всё будет хорошо. Если что, мы убежим. О, прикольно, как будто тебя шлифло с пиковочным с табачками, какие-то. Смешное ощущение. Ну, приятнее, чем LPG? Да, много. LPG в этот момент начинает засасывать кожу, и как бы в какие-то моменты становится не очень приятно. Но ты просто ощущаешь очень сильное, скажем так, засасывание кожи, естественно, давление, потому что, помнишь, она нам делала прям вот очень жёстко. А здесь очень приятная мелкая, мелкая дробь по телу раздаётся. Ну, как будто бы пошлёпывают тебя маленькими гномскими пальчиками. Ну, вот, грубо говоря, да. Я могу даже с тобой беседовать. Слабьтесь, нету, не ждите. Щекотно, очень щекотно, прямо. То есть, я вот, видно, как лимфозно подрожила. То есть, это позитивная просто процедура. Да, это очень смешно. Мы будем тестировать, потому что мне очень понравилось. Если это действительно за несколько процедур избавляет меня от целлюлита, будет вообще просто шикарно. Поэтому надеюсь, что сейчас, когда станет побольше в Москве, уже возьму себе абонемент и просто похожу. Вот реально, если от 6 до 10 процедур, это вообще идеально. Ты платишь, можно же заплатить, грубо говоря, сначала там за 8, ну, там за 6, к примеру. И если уже тогда нужно будет больше эффектов, надо платить там 4. Но ты знаешь, что у тебя 10 процедур точно уже как бы что-то сделают. Вот, так что, в общем, мне понравилось. Тебе понравилось? Да, даже мне сделали процедуру на ноги. Мне понравилось. Надо будет подождать, когда у нас чем-то поближе к дому появится и обязательно пройти. Интереснее, чем ЛПД, конечно. Намного. Прям вот намного. И самое приятное, кстати, между прочим, что это произведено в Белоруссии. Это вам не супер итальянский аппарат, который вот мега-мажорный, стоит каждая процедура там до хрена денег. Да, и непонятно, что будет. А здесь все просто, без выпендрежи и реально очень приятно. Будем надеяться, что это еще и мега-эффективно. А теперь мы едем кушать. Мы покушали, мы не будем даже вам говорить, где, потому что это очень смешно. Вот просто даже не будем. Я не знаю, как ты, я пью акваминеральные газированные. Мы вместе я пьем. Мы не кушаем, мы только пьем водичку. ПП. Да нет, на самом деле нужно браться свое питание. Вот я сейчас даже... Да ладно, мы всегда с тобой ведем такой разговор после того, как нажрем себе бургер. Типа да, питание. Ты нас только что спалила. Питание, это так важно. Да ладно, когда-нибудь. Я на самом деле хочу более-менее посидеть на приближенном ПП. Ты и так сидишь на приближенном ПП. Ты не ешь жирные сорта мяса, ты ешь много овощей, ты не ешь много хлеба, ты не запиваешь картошку, кетчупом, как бы и хлебушком сверху. Ты и так сидишь на приближенном ПП. Давай так, я хочу пытаться считать как бы живым. Когда ты начнешь это делать, наша дружба афишили закончится, понимаешь? Это шантаж. Это шантаж, я понимаю это, но по-другому никак, прости ее. Она меня вынуждает. Она меня всегда вынуждает быть целлюлитом. Точно, потому что я сама целлюлитная и короткая, надо еще рост тебе уменьшить. Не обрезай мне ноги. А я наконец-то добралась до дома. По всем этим пробкам жутким, видите, на улице уже стемнело. И я хотела с вами поделиться. Мне тут Лореаль кое-что прислали к 8 марта. Сейчас я вам покажу, что. Ну, во-первых, сначала это косметичка. Сейчас, где она. Здесь, короче, полным-полно косметики Лореаль. И здесь почему-то косметичка с чербиной в зубах. Ну, в общем, не суть. Короче, я уже ее просто смотрела. Вот. Там их новые блески помады. И самое главное, что прислали Лореаль, это на 8 марта бухлишечка. Сладенько как. Теперь, внимание, помните, я вам говорила, что эта тушь очень крутая. Я как бы от своих слов не отказываюсь, но она, сволочь, начала спустя полтора месяца у меня осыпаться. И сейчас мне так сильно осыпалось в течение, ну, за, короче, весь день в глаз, что я просто сидела как бы и рыдала, пока я ее до конца не смыла, не промыла глаз, не закапывала визином. Поэтому, девочки, вот если вам нужна тушь на месяц и очень быстро использовать, то да, ок. Но если вам нужна тушь больше, чем на полтора, ну, как бы, я не знаю, я бы, наверное, не советовала. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!